Проект «Школа правовой безопасности «Мирный код»» рассчитан на школьников от 12 до 14 лет. Участникам расскажут про такие явления, как экстремизм и терроризм, как бороться с ними, как вести социальные сети, чтобы не привлекать внимание преступных группировок и не стать жертвой их манипуляций. Для ребят пройдут встречи с сотрудниками УВД, психологами и мероприятия в игровых форматах. В рамках этих занятий подростки смогут повысить уровень своей правовой культуры. Мы привлекаем в проект профессиональных психологов, руководителей военно-патриотических клубов и правоохранительные органы. Это будет сочетание как практического материала для подростков, так и будет возможность у ребят отработать полученные знания на практике. То есть будут ситуативные игры, какие-то знания они будут получать в рамках квиза. Заключительным мероприятием проекта будет семинар со специалистами Центра профилактики Нижнего Новгорода. Они проведут интенсив для педагогов Сарова. Средства на реализацию проекта удалось получить в рамках областного конкурса «Драйвера роста». Молодежный центр вошел в число победителей еще с одним проектом – «Юнифайт-турниры. Валан возможностей». Бадминтон активно развивается в учреждении. В него играют в том числе и спортсмены с нарушением слуха. Для них есть специальная программа «Бадминтон. Спорт глухих». Новый проект направлен на поддержку молодежи, которая занимается этим видом спорта. «Юнифайт-турниры. Юнифайт-спорт – это объединенный спорт, в котором могут участвовать как спортсмены с инвалидностью, так и норматипичные спортсмены. И «Юнифайт-турниры. Валан возможностей» – это проект для детей с нарушением слуха и наставников из среды молодежи, которые будут играть вместе с ними, помогать им принимать участие в турнирах». В рамках проекта также закупят необходимое оборудование для спортсменов – ракетки, валаны, тренажеры. Проведут два турнира, к которым планируют привлечь всех любителей бадминтона. «Руководителем проекта является Артем Парамонов, воспитанник молодежного центра, многократный призер, победитель всевозможных всероссийских турниров и соревнований. Серебряный призер Сурд Олимпийских игр «Мы вместе» 2023 года. И Артем – это тот человек, двигатель, который как раз своим собственным примером показывает, как можно много всего добиться, если ты в спорте». Также в рамках проекта в Саров пригласят олимпийского призера по бадминтону Валерию Сорокину. Школа правовой безопасности «Мирный код» и «Юнифайт-турниры Валан возможностей» пройдут в молодежном центре с сентября по март. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров-24.